Задыхаясь от усталости, из последних сил на морально-волевых, дзюдоист Фёдор из Волоколамска ползёт, как змея по татами. Победить соперника помогла команда, признаётся спортсмен. Благодаря поддержке ребят я выигрываю. Они все одна сплочённая команда. Каждый полеет за другого, как за себя. Для ребёнка спорт всегда полезен, но когда спорт становится профессиональным, ситуация меняется. Начинаются соревнования, радость побед и слёзы поражений. Именно так живут спортсмены. Но изначально у каждого была своя причина, чтобы прийти в дзюдо. Меня отправила мама на дзюдо, потому что у меня она сама чемпионка, пусть дзюдо, у неё чёрный пояс. Ну, мне нравится. Я хотела сама пойти, давно уже. Я ходила на многие секции, у меня не получалось. Пришла на дзюдо, и у меня всё получилось. Оренбург, Пермь, Севастополь. Больше 130 спортсменов встретились на всероссийских соревнованиях под дзюдо в Самаре. Кувырки, змейка, паучок – это лишь часть спортивной программы, которую должны выполнить участники. Впереди броски и техника ката. Суровый контактный спорт требует от ребят определённых личностных качеств. Спортсмен, выходя на соревнования, должен быть внимательный и сосредоточенный. Это основное правило в дзюдо, потому что вид спорта такой – это единоборство, травмоопасное. Чуть ребёнок расслабился, уже можно получить травму. Потом, естественно, координация у него должна быть. Он растянутый должен, гибкий будет, физически крепкий. Ну, а если он ещё и умный, то это будет вообще очень здорово. Соревнования продлятся до 7 июня. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков по трём видам программы. Лучших наградят памятными призами и дипломами. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.